Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Итоги дня охраны труда. Обучающие семинары в формате телемоста. Выставка Совета ветеранов Смоленск АЭС. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленск АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Общеногрузка 26 978 мегаватт. Выработка по концерну 181 миллиард. На Смоленск АЭС в работе первой и второй энергоблоки общая мощность составляет 2101 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер 3 с 31 мая находится в плановом среднем ремонте. Выработка электроэнергии за 26 дней ноября составила 1262 миллиона киловатт-часов, что превышает плановое задание на 58 миллионов. С начала года выработано 17,1 миллиарда киловатт-часов, сверх плана 545 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленск АЭС подведены итоги Дня охраны труда, прошедшего по теме «Нарядно-допускная система производства работ», «Электробезопасность», «Требования охраны труда при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями». Во всех подразделениях станции были проведены проверки в рамках административно-общественного контроля. Сегодня подводили итоги проведенного Дня охраны труда в ноябре месяце. Тематика текущего месяца была «Нарядно-допускная система электробезопасности, работа с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими жидкостями». Были проведены обходы в подразделениях первой комиссии под председательством директора станции в цехе вентиляции. Был проведен обход в рамках административно-общественного контроля по транспортному цеху комиссии под председательством главного инженера и комиссии под председательством первого заместителя главного инженера по эксплуатации был проведен обход в отделе технологического управления. Все замечания выданы для устранения и для того, чтобы отработать, устранить замечания и двигаться дальше по улучшению по направлению охраны труда. Также была выявлена в транспортном цехе положительная практика по организации мест переодевания персонала, обеспечены шкафчиками для спецодежды и для размещения личной обуви. На наш взгляд это очень удобно и предлагаем рассмотреть подразделениям, таким как СОС, ОРЗ, СХАЯ для того, чтобы применять на своих площадках, на своей территории. На что хотелось бы обратить внимание, это в связи с предстоящим периодом зимним, на вопросы выполнения личной осторожности при перемещении по территории. Также по работе с электрооборудованием хотелось бы обратить внимание на то, что предполагается большой объем пусконаладочных работ на электрооборудовании, поэтому внимание ко всем вопросам, связанным с безопасностью. Что можно сказать, что в безопасности мелочей нет. Более 60 специалистов медицинских и образовательных учреждений Десногорска, Рославля и Рославского района приняли участие в обучающих семинарах, организованных концерном «Росэнергоатом» и неправительственным экологическим фондом имени Вернадского. В формате видеоконференции, связавшей центральный аппарат концерна и площадки действующих АЭС, слушатели получили новые знания в области охраны здоровья населения и экологического образования от ведущих специалистов страны. Перед участниками семинара с докладами выступили специалисты Научно-практического центра медицинской радиологии Департамента здравоохранения Москвы и Государственного научного центра имени Бурназяна. Они рассказали о современных препаратах для диагностики заболеваний человека, в частности таких, как позитронная эмиссионная томография, а также новых радиофармацевтических лекарственных средствах и перспективах развития ядерной медицины в России. Посещаю второй раз данное мероприятие, было два года назад, сегодня более расширено, потому что много узнало интересного о выпуске новых медицинских препаратов, а также о том, что более совершенствуется медицинское оборудование, на котором будут обследоваться люди. С последними разработками и тенденциями в области образования педагогов ознакомили ведущие преподаватели и методисты московских школ и центров дополнительного образования. В своих выступлениях они делали акцент на то, что будущее страны зависит от научно-технического прогресса и развития экологической культуры у населения. Данное мероприятие я считаю очень необходимым. Мне приятно, что нас пригласили на данный семинар, потому что передовой опыт таких известных учителей, как Колечкин Иван Сергеевич, учитель географии школы пенаты города Москвы, поделился интересным опытом для создания уроков, которые заинтересуют детей в изучении не только географии, но, собственно, можно использовать его рекомендации для составления интересных уроков физики. Такие семинары, которые организуются ежегодно руководством неправительственного фонда экологического имени Вернацкого и руководством атомной станции, они очень полезны для нас, педагогов, так как мы ведем сейчас большую работу по экологическому воспитанию, просвещению детей в нашем городе. И на этом семинаре было много очень интересных идей и предложений по именно экологическому воспитанию. По окончании вебинара всем участникам были вручены сертификаты от неправительственного экологического фонда имени Вернацкого о прохождении обучения. Продолжением образовательного проекта стал визит в учебно-тренировочное подразделение «Смоленская АЭС», где на тренажере блочного счета управления медицинские работники и педагоги ознакомились с принципами безопасной работы атомных станций и перспективах развития атомной энергетики. Жизнь в заслуженном отдыхе может быть наполнена творчеством и саморазвитием. Это наглядно продемонстрировали участники конкурса выставки декоративно-прикладного творчества «Наши руки не для скуки», которая размещена в Совете ветеранов «Смоленская АЭС». Более 35 ветеранов-атомщиков представили на суд жюри около 100 творческих работ в самых различных техниках исполнения. Как не восхититься резными творениями Виталия Карпинского? В прошлом году он удивил всех своей коллекцией причудливых резных бабочек. В этот раз героями его работ стали олень, журавли и сказочная жар-птица. В старину умельцы строили избы без единого гвоздя, а Владимир Губренко без единого шва мастерит посуду, умело сочетая древесину разных пород. Вышитых крестиком полотных рукодельницы Ирины Пашенцевой сюжеты как будто оживают, настолько тонко переданы узоры, тона и полутона. Не оторвать взгляды от картин Антона Педера, выполненных технике «Алмазная мозаика». На тонкую ювелирную работу ушло несколько месяцев. Плоды фантазий и умелых рук Валентины Худобиной, Валентины Киселевой и Галины Савченковой – колоритные тряпичные куклы, нарядные красавицы. Материалом для творческих находок Вячеслава Улесова стали свернутые в трубочки полоски бумаги, из которых родились плетеные изделия. Обычные зерна кофе из корлупки от фисташек в руках мастерицы Валентины Хоботовой превратились в прекрасную вазу с цветами. В этом году мы, как обычно, в канун Дня Матери устроили выставки творческих работ наших ветеранов. Сказать по совести, я думала, что у нас участников будет ну мало, ну мало, потому что, ну, в общем, не знаю, были такие вот сомнения. И кого было удивление, когда, к сожалению, 36 человек пришли, принесли свои работы. Причем такие работы, что когда мы их развесили, всю вот эту красоту навели, сами дивы дались. Насколько талантливы наши бабушки, наши дедушки. 29 ноября на традиционном честовании юбиляров призерам и участникам конкурса будут вручены заслуженные награды. Уважаемые десногорцы и гости города, приглашаем вас принять участие в мероприятиях, которые состоятся в нашем городе. 28 ноября в 17.00 в детской музыкальной школе состоится открытый городской фестиваль художественного творчества «Вместе мы сможем больше». 29 ноября в 16.00 в выставочном зале Десногорского историко-кроведческого музея в 1-м микрорайоне торгового центра «Феникс» 2-й этаж состоится открытие выставки «Дорогами языка и литературы», посвященной году Европейского культурного наследия. Приглашаем всех желающих! На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС с важными событиями жизни станции. Вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе «Смоленская» и в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова